Распространились же мы, а всем возлюбленные, из Писания, подчеркнутыми мыслями подтверждая, что как можно скорее должно нам обратиться и поспешить к Господу, который милостив к нам и ожидает, чтобы совершенно удалились мы от всякого лукавства и худого предубеждения, обращающихся же принимают с великой радостью. Распространились, говорю о всем, более для того, чтобы со дня на день не возрастало пренебрежение наше и не умножились в нас грехопадения наши, и через это не навлекли мы на себя Божья гнева. Поэтому постараемся, обратившись с искренним сердцем, приступить к Богу, и поскольку отчаяние есть внушение злобы и коварства, не будем отчаиваться во спасении, при воспоминании предшествовавших грехов, которые для того и приводят человека к отчаянию, недеятельности, нерадению и беспечности, чтобы обратившись и придя к Господу, по великой Господней милости, к человеческому роду, не получил он спасения. Девяносто восемь. Имею в Писании Господнем свидетельство. Не смерти хочу грешника, но покаяния, чтобы обратился над пути лукавого и был жив. Ибо для того смешал он, чтобы спасти грешных, воскресить мертвых, оживотворить умерщленных, просветить находящихся во тьме. И действительно, пришедший призвал он нас в сыноположение, в город святый, умиротворенный, в жизнь никогда не умирающую, славу нетленную. Только бы мы никогда до самого конца были верны ему и не отступали, чтобы пребывали в нищете, странничестве, застрадании, не переставали просить Бога, с неотступностью ударяя в дверь. Как тело близко к душе, так и Господь близок и готов прийти и открыть заключенные двери сердца и даровать нам небесное богатство. Он благ и человеколюбив, и обетования его не ложны, если только с терпением зыщем его до конца. Представь себе стан персидский, стан римский. И вот вышли из них два окрыленных мужеством и равносильные юноши и ведут борьбу. Так сопротивная сила и ум, равномочный между собой, и равно имеет силу. Как сатана преклонит и лестью вовлекать душу в волю свою, так опять и душа прикословить и ни в чем не повиноваться ему, потому что обе силы могут только побуждать, а принуждать к злу и добру. Таковому-то произволению дается Божья помощь, и оно может борьбой приобрести оружие с неба и им победить и искоренить грех. Потому что душа может протириться греху, но не может без Бога победить или искоренить зло. А утверждающие, что грех подобен сильному исполину, душа же подобна отроку, говорят худо. Ибо если бы таково было не сходство, и грех уподоблялся исполину, а душа отроку, то несправедлив был бы законоположник, который дал человеку закон вести брань с сатаною. Если же кажется нам как бы неудобоисполнимым, невозможным обратиться от множества предвозобладавших нами грехов, а такая мысль, как сказали мы уже, есть внушение злобы и служит препятствием к нашему спасению, то приведем к себе на памяти и не оставим без внимания, как Господь, пришедший к нам по благости своей, давал прозрение слепым, врачевал расслабленных, целил всякую болезнь, воскрешал мертвых, которых коснулось уже тления и разрушения, отверг у служб глухим, из одного человека и знал легион бесов, и дошедшему до такого беснования возвратил здравый ум. То кальми паче душу, которая к нему обращается, у него ищет милости, и его требует помощи, и обратит он, и приведет целомудрие, бесстрастие, благоустройство всякой добродетели, в обновление ума, дарует ей здравие, прозрение, разумение, мир помыслов от слепоты, глухоты и мертвости неверия. Неведение и небоязвенности возведет целомудрию, добродетели, чистоте сердца, ибо кто создал тело, тот сотворил и душу. И как, пребывая на земле по благости своей, всем приходящим к нему и ищущим у него помощи и исцеления, как благий единый врач, в чем имел кто нужду, подавал то щедро, так щедр он и в духовном. А всем этим убеждал он нас к тому, чтобы неотступно, непрестанно, неутомимо просили ему у него благодатного заступления, потому что пришел он ради грешников, чтобы обратились к нему и урочевать ему верующих в него. Мы только отступимся от худых предубеждений. Сколько будет на то наших сил, возненавидим дурные свои занятия и мирские обольщения, отвратимся от лукавых и суетных помыслов. Будем же всегда по мере сил своих к нему прилеплятье, а он готов оказать нам помощь свою, потому что он весьма милосерд, животворит, врачует, неисцелимые страсти, творит избавление тем, которые призывают его, к нему обращаются по собственной воле и непринужденно удаляются. По мере сил от всякой мирской любви отвлекают ум от земли и к нему устремлены своим желанием и исканием. Святой Макарий говорит о душе, в которой есть истинная решимость, чтобы не было ей нанесено среди тысячи искушений. Все претерпевая, она говорит, «Если я умру, не оставлю его, то есть Господа, в угоду греху и врагу». Если человек плоской решается приступить к изменению себя самого, сперва он умирает и делается бесплодным для оной прежней лукавой жизни. Относительно жертв узаконено было, чтобы сперва заклал ее Иерея, и она умерла, а потом, чтобы рассеченная на части была осолена и, наконец, возложена на огонь. Ибо если Иерей предварительно не предаст ягненка заклания и смерти, то не осоляется и не приносится она во все плодия владыки. Так и душа наша, приступая к истинному архиерею Христу, должна быть от него заклоннаю и умереть для своего мудрования и для худой жизни, какой жила, то есть для греха. И как жизнь оставляет жертву, должна оставить ее лукавство страстей. Как тело, когда из него выйдет, душа умирает и не живет уже той жизнью, какой жила, не слушает, не ходит, так, когда небесный архиерей Христос благодать и силы своей предаст заклание, умертвит в душе жизнь для мира. Умирает она для той лукавой жизни, какой жила, и уже не слышит, и не говорит, не живет в греховной тьме, потому что лукавство страстей, как душа ее, по благодати выходит из нее. И апостол взывает, говоря, для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6.14 Очень немного таких, которые с добрым началом соединили добрый конец, непреткновенно дошли до цели, имеют единую любовь к единому Богу, и от всего отрешились. Многие приходят в умиление, многие делаются причастниками небесной благодати, уязвляются небесной любовью, но не выдержав, встретившись на пути различных борений, подвигов, трудов и искушений от лукавого, поскольку у каждого есть желание любить что-либо в мире этом и не вовсе отрешаться от любви своей. А возвратившись к разнообразным различным мирским пожеланиям по слабости и недеятельности или по боязливости собственной своей воли или по любви к чему-либо земному, остались в мире и погрязли в глубине его. А те, которые действительно намерены до конца проходить доброе житие, должны при той небесной любви не принимать на себя добровольно и не примешивать никакой другой любви и приверженности, чтобы не положить тем препятствия духовному, не возвратиться вспять и, наконец, не лишиться жизни. Как обетования Божии велики, неизглаголаны и неисповедимы, так потребны нам вера и надежды, и труды, и великие подвиги, и долговременное испытание. Немаловажны те блага, какие уповает получить человек, вожделевающий небесного царства. Со Христом желает он царствовать бесконечные веки. Уже ли же не решится он с усердием в продолжении краткого времени жизни сей, до самой смерти терпеть борения, труды и искушения? Господь взывает, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись в себя, возьми крест, повседневно радуйся, и следуй за Мною». Матфея 16, 24. «Если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, братьев и сестер, и жизни своей, то не может быть Моим учеником». Лука 14, 26. Но весьма многие из людей, хотя намереваются получить царствие и желают наследовать вечную жизнь, однако же не отказываются жить по собственным своим хотениям и следовать в этим хотениям. Лучше же сказать, следовать посеивающему в них суетное. И не отрекшись от себя, хотят они наследовать вечную жизнь, что невозможно. Истина – слово Господне. Те непредкновенно шествуют, которые по Господней заповеди всецело отреклись от себя, возгнушались всеми мирскими пожеланиями, связями, развлечениями, удовольствиями и занятиями. Имеют предотчаями единого Господа и вожделевают творить его заповеди. Поэтому собственной своей волей совращается каждый, если действительно не восхотело натречься от себя. И при оной любви любить еще что-нибудь, услождаются какими-нибудь удовольствиями или пожеланиями века сего. И не имеет Господу всецелой любви, сколько возможно это для произволения и хотения. 107. Иногда хорошее, по-видимому, начинание приводится в исполнение ради славы и людской похвалы. А это пред Господом равно неправде и воровству и другим грехам. Ибо сказано, Бог рассыпет кости человекоугодников. Псалом 52.6. И в добрых, по-видимому, делах лукаво видит себе услугу. Он весьма разнообразен и обманчив в мирских пожеланиях. Для какой-нибудь земной плотской любви, которую человек связывает с себя по собственной воле, уловляет его грех и делает для человека оковами, узами, тяжким бременем, которое потопляет и подавляет его в веки лукавом, не давая ему собраться с силами и возвратить себя к Богу. Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его, овладевает им, не позволяет собраться с силами. От этого зависит и равновесие, и склонение, и перевес порока. Этим испытывается весь род человеческий. Испытываются все христиане, живущие в городах, или горах, или в обителях, или в полях, или в местах пустынных. Потому что человек, уловляемый собственной своей волею, начинает любить что-нибудь. Любовь его связывается чем-нибудь, и не всецело уже устремлена к Богу. Например, иной возлюбил имение, а иной золото и серебро, а иной же многоученую мирскую мудрость для славы человеческой. Иной возлюбил начальство, иной славу, а иной любит безвременное сходбище, иной весь день проводит в рассеянии удовольствия, иной обольщается праздными помыслами, иной для человеческой славы любит быть как бы законоучителем. Иной услаждается ни деятельностью, ни родением, другой привязан к одеждам, иной предается земным попеченьям, иной любит сон, или шутки, или сквернословия. Чем привезен все к миру, малым ли или великим, то и удерживает его, и не позволяет ему собраться с силами. С какой страстью человек не борется мужественно, ту любит он, и она обладает им, обременяет его, и делается для него оковами, и препятствием уму его обратиться к Богу, благоугодить ему, и послужив ему единому, соделаться благопотребным для царствия, и улучшить вечную жизнь. А душа действительно стремящаяся к Господу, и всецело к нему простирает любовь свою, и сколько есть сил к нему единому привязывается своим произволением, и в этом приобретает помощь благодати, отрицается сама себя, и не следует хотениям ума своего, потому что по причине неотлучного с нами и обольщающего нас зла ходит он лукаво, ум наш. Таким образом, как скоро душа возлюбила Господа, исхищается из сетей собственной своей верой и великой рачительностью, а вместе и помощи свыше сподобляется вечного царства, и действительно возлюбивоная по собственной своей воле и при помощи Господней не лишиться уже вечной жизни. 109. Чтобы ясне и доказать нам самым делом, как многие гибнут по собственной своей воле, тонут в море, похищаются в плен, представь себе, что горит какой-нибудь дом. Один, вознамерившись спасти себя, как скоро узнал о пожаре, бежит вон и оставит все решившись же, позаботится только о душе своей, он спасается. Другой, вознамерившись взять с собой некоторые домашние утвари или иное что, зашел в дом, чтобы забрать это, и пока забирал, огонь взял силу на дом, и его захватил в дом и изжег. Видишь ли, что этот человек погиб в огне по собственной своей воле, из любви, а именно возлюбив на время нечто, кроме себя. Подобно также этому плывут иные морем и застегнуты сильным волнением. Один, раздевшись до нога, бросается в воду с намерением спасти только себя, и вот он, гонимый волнами, ничем не связанной, кроме заботливости о душе своей, плавая поверх волн, нашел возможность выйти из горького моря. А другой, вознамерившись спасти нечто из одежды, их подумал, что и с ними, если возьмет их с собой, можно плыть и выйти из моря. Но взятые им одежды обременили его и потопили во глубине морской. И вот, ради малой корысти, не позаботившись о душе своей, погиб он. Примечаешь ли, что по собственной воле своей стал он жертвою смерти. Представь еще, что прошел слух об иноплеменниках. Один, как скоро услышал, тотчас предается бегству. Ни мало не медлит и пускается в путь ни с чем. Другой же, не доверяя, что идут враги или желая некоторое из вещей своих взять с собой, решившись на себе, замедлил побегом. И вот неприятели пришли, взяли его, отвели пленником в иноплеменную землю и принудили жить там в рабстве. Видишь ли, что и этот по собственной своей воле, по причине своей недеятельности, по недостатку, в мужестве и по любви к некоторым вещам отведен в плен. Подобны им и те, которые не последуют за поведям Господним. Не отреклись от себя самих и не возлюбили единого Господа, но добровольно связали себя земными узами. Если угодно правоту совершенной любви к Господу узнать из святых богодухновенных писаний, то смотри, как Иов совлекся, так сказать, всего, что имел у себя, детей, имения, скота, рабов и прочего достояния. Его почитали стяжавшим многое. Но по испытанию его Господом оказалось, что Иов ничего не стяжал, кроме единого Бога. Подобно и Авраам, когда было повелено ему Господом, выйти из земли и от рода, и от дома отца своего, бытие 12.1, тотчас совлекся, так сказать, всего, отечество земли, родных, родителей, и последовало слово Господне. Потом, среди многих бывших ему испытаний и искушений, то, когда взята была у него жена, то, когда жил и терпел обиду на чужой стороне, во всех этих случаях доказал, что единого Бога любит более всего. Наконец, когда по прошествии многих лет имел уже по обетованию себя единородного, столь многовожделенного сына, и Бог потребовал у него, чтобы сына этого с готовностью сам он принес жертву, совлекся Авраам, и истинно отрекся в себя самого. Ибо этим приношением единородного доказал, что не любил ничего иного, кроме Бога. Если же с такой готовностью отдавал он сына, то тем более, когда повелено было ему оставить прочее свое имущество, или в один раз разделить бедным, и это сделал бы со всей готовностью и со всем усердием. Видишь ли теперь правоту совершенной и произвольной любви Господу? Так и желающие стать сонаследниками этих праведников не должны любить ничего, кроме Бога, чтобы, когда будут подвергнуты испытания, оказаться им благопотребными и благоискусными, в совершенстве сохраняющими любовь свою к Господу. Те только в состоянии будут пройти подвиг до конца, которые всегда по собственной воле своей любили единого Бога и отрешились от мирской всякой любви. Но весьма немного оказывается людей, которые бы восприяли такую любовь, отвращались от всех мирских удовольствий и пожеланий, и великодушно претерпевали восстание и искушение лукавого. Весьма многие из людей хотят подобиться царству без трудов, без подвигов, без пролития пота. Но это невозможно. 112. Как в мире иные приходят к какому-нибудь богатому человеку поработать у него во время жатвы или во время другого дела, чтобы получить, в чем сам имеет нужду для своего пропитания. И некоторые из них бывают люди ленивые, праздные, не трудятся, как другие, не работают, как должно. Но не трудясь и не изнуряя себя в доме богатого, хотят, как сделавшие уже все дело, взять плату наравне с теми, которые трудятся терпеливо и скоро из всех своих сил. Таким же образом и мы, когда читаем Писание или о каком-нибудь праведнике, как блоггодил он Богу, как стал другом, собеседником Божиим, или о всех отцах, как соделались они друзьями и наследниками Божиими, сколько претерпели скорбей, сколько страдали ради Бога, сколько совершали доблестные дел и подвигов, тогда ублажаем их, хотим сподобиться равных с ними даров и достоинств. Охотно желаем получить славные оные дарования, отложив только в сторону их труды, подвиги, скорби и страдания, а приобрести те почести, достоинства, какие приняли они от Бога, желаем усердно, а их изнурений, трудов, подвигов на себя не принимаем. Но сказываю тебе, что всего этого желает и вожделевает всякий человек, и блудники, и мытари, и неправильные люди хотели бы получить царство так легко, без трудов и подвигов. Для того-то и предлежат на пути искушения многие испытания, скорби, борения, пролития пота, чтобы явными сделались те, которые действительно от всего произволения и всеми силами даже до смерти любили единого Господа, и при такой любви к Нему не имели уже ничего иного для себя вожделенного. Поэтому-то, по правде, входят они в небесное царство, отвергшись от себя самих по Господнему Слову, и боли дыхания своего, возлюбив единого Господа, почему за высокое любовство и будут вознаграждены высокими небесными дарами. Состояние трудничества 113 Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходить к той цели, чтобы перемениться, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим себе ничего и свойственного ветхому человеку. Ибо сказано, кто во Христе, тот новая тварь. Душе истинного Христа верующего должно из нынешнего порочного состояния перейти в состояние иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество изменить в естество иное, божественное, и соделаться естеством новым при содействующей силе Святого Духа. И тогда может она стать благопотребной для небесного Царства. Достигнуть же этого возможно только нам, которые веруем, истинно любим Его и исполняем все святые заповеди Его. Если при Елисеи дерево по природе на воде легкое, будучи брошено в воду, вознесло на себе железо, по природе тяжелое, то, как ни паче, Господь здесь еще пошлет легкого, удободвижимого благого и небесного Духа Своего, и им душу, погрязшую в водах лукавство, облегчит, окрылит, изнесет в небесные высоты, притворит и применит собственное ее естество. Как тело без души мертвое и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия и душа мертвая. И все Царства без Духа не может делать того, что Божие. Поэтому, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому належит молиться, чтобы здесь еще принять Ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души. И для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать Душе жизнь Духа Святого. Бог столько благоволил к тебе, что сошел в святых небес и принял на Себя разумную Твою природу и земную плоть, растворив божественно Своим Духом, чтобы и Ты, перстный, принял в Себя Небесную Душу. И когда Душа Твоя будет в общении с Духом, и Небесная Душа войдет в Душу Твою, тогда совершенный Ты человек в Боге и наследник, и Сын. Поэтому належит нам возлюбить Господа всемирно стараться преуспевать во всех добродетелях, неутомимо и непрестанно просить, чтобы всецело и совершенно принять нам обетование Духа Его, даже в отворяться души наши, пока еще мы во плоти. Ибо если душа в этом еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастной Божеского естества растворять благодать и при содействии которой может непорочно и чисто исполнять всякую заповедь, то она непригодна для Царства Небесного. Вследствие прислушания первого человека приняли мы в себя странное для естества нашего вредное страсть и привычка долговременным усвоением обратили и для себя как бы в природу и опять необычайным же даром Духа надлежит изгнать из нас это странное и восстановить нас первоначальную чистоту. И если ныне со многим молением, прошением, с верой, молитвой, с отвращением от мира не примем в себя в той небесной любви Духа, если естество наше оскверненное пороком не прилепится к любви, то есть к Господу, и не будет освящено той любовью Духа, и мы до конца не пребудем непрекновенными во всей точности жиля по заповедям Господним, то невозможно получить Небесное Царство. Беспредельная и непостижимая премудрость Божия, непостижимым и неиследимым образом многоразлично совершают раздаяние благодати человеческому роду для испытания свободной воли, чтобы обнаружились любящие Бога всем сердцем и ради Его переносящие всякую опасность и всякий труд. Ибо иных, как скоро приступает с верой и молитвой, пока еще живут в мире без их трудов, потов и изнурений, предваряет дарование и дары Святого Духа. При этом Бог дает благодать не без причинных, не безвременно и никак случилось, но по неизреченной и непостижимой некой премудрости, чтобы оказались благоискусными произволение и свободная воля тех, которые скоро получают Божью благодать, а именно в том, что чувствуют они благодеяние, оказанное им милость и сладость Божию по мере сообщенной им без собственных трудов их благодати, которой, сподобившись, обязаны они показать орочительность, неутомимость, усилие и плод любви от своей воли и от своего произволения, и воздать за дарование, то есть всецело предать себя, посвятив любви Господней и исполняя Господнюю только волю, совершенно же удаляясь от всякого плодского пожелания. 121. А иным, хотя удалились они из мира, отреклись по Евангелию от века этого и с великим терпением преуспевают в молитве, в посте, в старательности, в другие добродетелях, Бог нескоро дает благодать и упокоение и духовное дарование, но медлит и удерживает дар, и это не без причины, не безвременно и никак случилось, но по неизреченной некой премудрости для испытания свободной воли, чтобы видеть, точно ли верным и истинным почитают Бога, обетовавшего давать просящим и открывать дверь жизни, ударяющим в нее, чтобы видеть поистине ли уверовали Слово Его, прибудут ли за концом несомненной вере и станут ли со всей рачительностью просить и искать, не отвратятся ли от Бога в злостраданиях и в боязни, не предадутся ли лености, впав в неверие и безнадежность, и не претерпев до конца по причине умедления времени и испытания их воли и произволения, ибо кто не скоро приемлет, тот, когда Бог отлагает и медлит, еще более возгорается и сильнее вожливает небесный благ, и ежедневно прилагает большее желание, старание, неутомимость, усилие, совокупность всех добродетелей, алчет, жаждет, только бы получить благо, а не ослабевает от порочных помыслов, пребывающих в душе, не впадает в леность, нетерпеливость и отчаяние, или под предлогом замедления, не предается расслаблению, вводясь таким помыслом, когда-то получу благодать Божию, и через это вовлекаясь лукавым в нерадение, напротив того, в какой мере сам Господь отлагает и медлит, испытывая веру и любовь в воле Его, в такой и он, тем стремительнее и тщательнее, неослабно и неутомимо должен искать дара Божия, единожды уверовав и убедившись, что не ложен и истинен Бог, обетовавший подавать благодать свою тем, которые просят ее с верою и со всяким до конца терпением. Души верные почитают Бога верным и истинным, и по истинному слову утвердились, ибо Он есть истина, а сообразно с этим, по сказанному выше понятию веры, испытывают сами себя, в чем сколько от них зависит, имеют они недостаток, в труде или в усилии, или в старательности, или в вере, или в любви, или в точных добродетелях, испытав себя со всей утонченной точностью, сколько есть сил, принуждает и преневоливает себя угождать Господу, однажды уверовав, что Бог, как истинный, не лишит их духовного дара, если до конца со всей старательностью пребудут перед ним служение и терпение, и что, пребывая еще во плоти, подобятся они небесной благодати и получат вечную жизнь. Таким образом, вся любовь свою устремляет Господу, отрекшись от всего, его единого ожидаясь сильным вожделением, жаждой, алджбой, всегда тяясь себе упокоения и утешения благодати, не утешаясь же и не успокаиваясь ничем в мире этом, добровольно связывая себя, непрестанно же сопротивляясь вещественным помыслам, ожидаясь чем только Божьей помощи и Божьей заступления, ожидаясь, когда в таковых душах, восприявших произволение, старательность и терпение, сам Господь уже тайно будет присутствовать, помогать им, охранять и поддерживать в них всякий плод добродетели, ибо есть пределы, меры и вес свободному произволению и свободной любви и по сильному расположению ко всем святым его заповедям, и таким образом души, исполняющие меру любви и долга своего, сподобляются царствия и вечной жизни. Духовное действие Божьей благодати в душе совершается великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвязается в продолжении времени и целых лет, и дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его по многократным испытаниям окажется благоугодным духу и с печеньем времени покажет опытность и терпение. Ясные образцы этого порядка представим из богодухновенных писаний, утверждаемые мной подобно тому, что было с Иосифом. Через сколько времени, через сколько лет совершилось определение Божие о нем воли, исполнились видения, а прежде в скольких трудах, скорбях и теснотах испытан был Иосиф. И когда он все претерпел мужественно, во всем оказался благоискусным и верным Богу рабом, тогда уже стал царем Египта и пропитал род свой, и исполнились и пророчества о невидимом, и та воля Божия, которая задолго по великому усмотрению была предречена. 127 Подобно этому было и с Давидом. Бог через порока Самуила помазал его царя. И когда был он помазан, тогда гонимый Саулом должен был спасаться от смерти бегством. А где Божье помазание? Где скорое исполнение обетования? Ибо как скоро помазан, стал теперь жестокие скорби удаляясь в пустыне, не имея даже насущного хлеба, и спасаясь бегством у язычников от Саулова против него злоумышления. И в таких царбях пребывал тот, кого Бог помазал царя. Потом, когда многие годы был испытываем, искушаем, терпел скорби, переносил их великодушно, решительно верился Богу и себя самого удостоверил, что сотворил со мной Бог пророческим помазанием, и о чем сказал, то несомненно должно исполниться. Тогда уже за многое долготерпение совершилась напоследок воля Божия, и после многих испытаний воцарился Давид, явственным тогда стало Божье слово, и помазание, совершенное пророком, оказалось твердым и истинным. Подобно этому было с Моисеем, с Авраамом и с Ноем. Примеры же эти привели и мы в Писании в доказательство, что действие Божьей благодати открывается в человеке и принимает он дарование Святого Духа, какого сподоблена бывает душа верная, только после долговременного борения, после опыта великого терпения и великодушия, после искушений и испытаний, когда свободное произволение испытанное будет всякими скорбями, когда ни в чем не оскорбит что оно Духа, но по благодати будет во всем согласна с заповедями, тогда бывает оно сподоблено достигнуть свободы от простей, принять полноту духовного восстановления, изрекаемого в Таинстве, также духовного богатства.